Из-за ситуации с коронавирусом тысячи кыргызстанцев за рубежом остались без работы, как следствие без крыши над головой. Что делать люди не знают, хотят вернуться на родину, но границы закрыты. Авиасообщений нет, поезда не ходят. Одни с трепетом ждут на местах, когда закончится вся эта пандемия. Другие в отчаянии отправляются в путь в надежде, что как-нибудь доедут в свою страну. Узнав, что застрявших в Солилецке забрали на автобусах, десятки или даже сотни кыргызстанцев из разных регионов России ринулись в сторону границы с Казахстаном. Но их не пропустили. Не зная, что делать дальше и куда идти, эта группа мигрантов с чемоданами и сумками остановились прямо в поле. Они рассказывают, что у них не осталось ни еды, ни вода. Отчаявшиеся люди просят забрать их на родину. Лица людей на видео разглядеть невозможно. Женщины плачут, мужчины снимают видео. В надежде, что на их обращение обратят внимание чиновники на родине. Улицы, вокзалы и кафе – места, где застряли мигранты из Кыргызстана из-за отмена авиарейсов, закрытых дорог и границ. Этот долгий путь домой они точно запомнят навсегда. Но это видео, по словам автора, было снято также в Оренбургской области. Сообщается, некоторые мигранты решили отправиться в Кыргызстан пешком. С просьбой организовать дополнительные транспортные коридоры через Казахстан обращаются все больше кыргызстанцев, находящихся сейчас в Оренбургской области России. По их словам, в Солилецке многие наши граждане практически остались на улице. Тем, кому повезло, ночуют в помещениях придорожных кафе. Многие готовы сами оплатить проезд на автобусах. Единственное, просят договориться, чтобы соседи пропустили их через свою территорию. Те люди, которые остались вчера, которые не могли пройти границу Казахстана, помогите нам, пожалуйста. У нас дороги назад нет. На дальнейшее существование здесь тоже нет. у нас. Здесь люди, которые находятся, которые не смогли проехать, 50 человек. Наша судьба только в ваших руках. Некоторые из мигрантов заявляют, что им не досталось места в автобусах, недавно отправленных в Кыргызстан. Хотя при этом говорят, что были в числе тех, кто застрял в Солилецке еще с конца марта. Еще одни жалуются, что забрали в основном тех, кто предложил больше денег. У всех были деньги, но забрали тех, у кого их было больше. За каждого пассажира собрали по три тысячи сомов. Некоторые вовсе отдали по пять тысяч. Представители Кыргызской диаспоры уехали, оставили нас посреди поля. Наши граждане, которые не могут вернуться домой, кричат, возмущаются. А те, кому повезло, вернулись уже. Колонна автобусов с кыргызстанцами, которые долгое время находились в Солилецке, накануне утром наконец-то прибыла в Бишкек. Всего на девяти автобусах на родину был доставлен 541 человек. Все они, согласно требованиям, были размещены в обсервационных пунктах. Сдают анализы на коронавирус. Как сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Нурбулат Усенбаев, среди прибывших в этой колонне автобусов у одного было подозрение на инфекцию. Мы взяли один случай как подозрительный, но лабораторно результат был отрицательный. Людей много, мы поделили на две группы. Берем анализы, проводим анкетирование. Мы были готовы к этому. После того, как большую группу кыргызстанцев привезли из Солилецка, в России началось движение среди соотечественников. Они думают, что если приедут в Солилецк, их тоже заберут. Но мы бы хотели попросить их оставаться на местах, не приезжать в Солилецк, чтобы не было заражения. Наша система работает с нагрузкой. Если они приедут в Солилецк и тоже будут находиться там месяц-два, есть опасность заражения. В МИДе отмечают, что из-за строгих ограничительных мер, принятых казахстанскими властями, кыргызстанцам не разрешили передвигаться на собственных машинах по территории Казахстана. Соседи предоставили разовый транспортный коридор лишь для автобусов, которые должны были следовать одной колонной в сопровождении дорожной полиции. Правительство Кыргызстана и Казахстана достигли договоренности в переговорах по застрявшим на российско-казахстанской границе на протяжении долгого времени. И вчера более 500 наших сограждан в сопровождении медиков и полиции доставлены на родину коридором. Узнав об этом, наши земляки не стали прислушиваться к сказанному. Возник ажиотаж. Они нанимают автобусы и движутся к границе. Неизвестно, на какое время они застрянут на границе. Завтра начнут поступать видеообращения, что власть не позаботилась, что люди остались в чистом поле. Есть сотни тысяч наших соотечественников, которые хотят вернуться на родину. И если все они будут проявлять такое самовольство, толкать государство к пропасти, настаивать, чтобы их увезли, тогда карантин не закончится. Мы не сможем тогда победить коронавирус. СМИ Оренбурга пишут, что кыргызстанцы были вынуждены оставить свои машины. За ними они смогут вернуться, когда откроют границы. 70 человек остались со своими автомобилями. Для них предоставили бесплатную стоянку. Также они сообщают об еще 300 кыргызстанцах в Бузулуке, которые также ждут возвращения на родину. Ту же информацию сообщили и некоторые кыргызские СМИ, ссылаясь на посольство Кыргызстана в России. Сегодня же стало известно о смерти трех кыргызстанцев в России. У них был диагностирован коронавирус. В России официально находится около 750 тысяч граждан Кыргызстана. Сколько из них заразились COVID-19 неизвестно. Но есть данные о десятках граждан, которые находятся в больницах или получают лечение амбулаторно. 5 мая российская сторона официально заявила об обнаружении коронавируса у 38 кыргызстанцев, работающих на стройке Пскове.